Мы продолжаем рассказывать о новостях региона на телеканале ПС в студии Вадим Федосеев. Здравствуйте. Сегодня с 18 часов в большей части Архангельска будет отключено водоснабжение. Речь идет об Октябрьском, Ломоносовском, Соломбальском, Маймаксанском округах, а также Майской горке и Воровиной фактории, кроме поселка Силикатный. Причина подключения нового водопровода Д-500 на участке от проспекта Ленинградский до улицы Каргопорской. Возобновится подача воды в дома Архангелогороссов лишь утром 21 июня. Специалисты водоканала приносят извинения за неудобства и просят соблаговременно, то есть до 6 часов этого вечера сделать запасы воды. И вновь к теме воды, но в другом свете. Беспечность и несоблюдение элементарных правил безопасности на отдыхе у воды неизбежно приводит к трагедиям. Недавний случай в Карелии на Ладожском озере перевернулась лодка с пятью детьми. Подростки отправились кататься без ведома взрослых. В результате происшествия двоим удалось спастись. Тела троих все еще ищут. В Архангельской области ситуация также не радует. С начала года утонуло уже 19 человек. Для сравнения, в 2016 на реках и водоемах погибло 44 северянина. В минувшие выходные сразу несколько трагедий случилось на водоемах Вильска и Красноборского района. При купании утонуло трое мужчин. Обстоятельства произошедшего выясняются, но уже очевидно. Купание в нетрезвом виде в непрогретой воде и передвижение на лодках без жилетов в каждом первом случае приводят к ЧП. Рекомендуется традиционно выход на акваторию осуществлять с учетом метеопрогноза. Штормовую погоду не рекомендуется выходить. Выходить необходимо на маломерных судах технически исправных, проверенных, со спасательными средствами, со спасательными жилетами по количеству людей на борту. Купание сейчас не рекомендуется, потому что вода не прогрета, даже если будет погода жаркая. Но жаркой погода быть не обещает. По прогнозам, на этой неделе в Архангельске дожди и пасмурно. Не исключено усиление ветра. Добавлю, что специалисты МЧС проводят регулярные рейды и проверяют все маломерные суда, передвигающиеся в акватории порта. В деревне Курцево Котловского района заморожено строительство детского сада на 60 мест. Жители негодуют. Открытие учреждения им обещали в 2018-м. Но теперь сроки могут сдвинуться. В связи с чем остановилась стройка? И будут ли продолжены работы? Ответы искали Лариса Иванова и Олег Сивачек. Фундамент ужасный, да? И поэтому холодно на полу очень. Детям хоть и отопление электрическое, но оно не спасает. Детский сад в Курцево есть. Правда, располагается он в деревянном здании, построенном почти 100 лет назад. В садике очень тесно. Нас пожарники спустили на первый этаж, и поэтому сейчас ютимся на первом этаже. Две группы. Дети спят на раскладушках. Это по Санпину вообще не положено. И поэтому садик очень нужен. Строительство нового детского сада в Курцево предусмотрено дорожной картой Минобрнауки Архангельской области. В 2014 году были выделены и деньги. Но уложиться в сроки не получилось. Администрации района потребовалось дополнительное время, чтобы привязать типовой проект к местности, скорректировать его и сократить расходы. В итоге стройка началась только осенью 2016 года. Мы выезжали туда на объект, мы видели, разговоры ввели. И на заседании у главы районной администрации мы совещались на эту тему. Поэтому была поставлена задача оказать всяческую помощь, взаимодействие именно этой строительной дорожной компании в вопросе помощи строительства этого детского садика в деревне Курцево. Например, администрации пришлось срочно решать вопрос с незапланированным ранее переносом опор, которые стали помехой при заревке фундамента. Работы продолжились, но в марте 2017-го стройку вновь пришлось остановить. На этот раз претензию выставили энергетики. В ходе строительства поступило заявление от Котловских электросетей о согласовании рабочей документации по технологическому пересоединению к электрическим сетям детского сада с приложением рабочей документации. И это заявление, заявка и рабочая документация были отклонены от согласования по причине того, что данная документация полностью не соответствовала утвержденному проекту, на основании которого ведется строительство детского сада. Теперь слово, а вернее дело, за администрацией Котловского района. Она должна внести необходимые изменения в проектную документацию. Без этого нового разрешения на строительство не получить. Замороженный объект сегодня находится без присмотра. А в Новодвинске ищут авторов очередной несанкционированной свалки. 50 кубов песка и строительных отходов были складированы на окраине города на границе с лесополосой. Очевидцы рассказывают, мусор привезли на грузовой машине. 72 рубля за 1 кубометр. Столько стоит места для отходов на городском полигоне ТБО. Создатель свалки пожалел 3,5 тысячи рублей. Если нарушителя установят, ему придется раскошелиться на более внушительную сумму за выброс мусора на территории лесного массива организацию могут оштрафовать на сумму от 30 до 200 тысяч рублей. Сегодня сотрудники Архангельской городской прокуратуры провели рейд по детским дворовым площадкам Ломоносовского округа. Цель – проверить их состояние и безопасность. Результаты записала наша съемочная группа. Площадка во дворе дома на Ломоносово 90 только на первый взгляд неплоха. Но при детальном осмотре проявляется масса замечаний. Торчащие из земли острые корни деревьев, куски арматуры, сломанные качели. Для детей плохо. Во-вторых, и песок нам не завозят, и не красят. В общем, как поставили года 4 назад, и после этого нас забыли. Конечно, детей у нас стало очень много. И поэтому дети нашего дома, Ломоносово 92, и еще здесь единственное, что проблема – нет скамеечек у нас. У нас одна скамеечка на всю площадку. В той или иной мере такие проблемы присутствуют на всех игровых комплексах, которые обошли в Ломоносовском округе сотрудники прокуратуры. А в планах проверяющих значилось 37 адресов. Наиболее часто выявляемые нарушения на детских игровых площадках – это дефекты покрытия в зонах падения и приземления детей. Это отсутствие защитных колбачков, болтовых соединений на деталях, которые могут привести к травмированию детей. По результатам проверки прокуратура направит в администрацию города представление об устранении нарушений. Принять меры по нему городские власти будут обязаны в течение месяца. Михаил Меньшанин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. А теперь к спортивным победам. Победителем летних игр среди городов Архангельской области второй год подряд становится сборная Котласа. Она принимала в гостях около 100 спортсменов со всего региона, но гостеприимностью не отличилась. Взяла золото в пулевой стрельбе, стритболе, пляжно-волейболе и в результате в командном зачете выбилась в лидеры. В первые в борьбу за победные очки включились стритболисты. Встречи мужских и женских сборных шли параллельно на площадке за боулингом. У нас сегодня три игры, поэтому мы оберись силой. Стараемся чаще замены делать. Саня, давай, давай, Саня! Работать! Сцена городского парка стала помостом для выступлений гиревиков. В обычной жизни представители команды Северодвинска – сварщики, инженеры, пожарные. Но в поединках мужественно стояли до последних секунд. И для них, и для их соперников из Коряжмы участие в подобных соревнованиях – еще одна ступень спортивного самосовершенствования. Отличный рекорд. Сейчас, наверное, 78 раз. Это лучок. И, ну, рубок сейчас посмотрим. Еще только все впереди. В стрелковом клубе «Рубеж» эмоции спортсменов наоборот скрыты. Тишина и сосредоточенность. Вот главные спутники успешного выступления. За один час – 40 выстрелов. Конкуренция высокая. Сборную «Котласа» в этом году усилили новичками. Наши девочки, которые выполнили только в мае Лиза Абрамова, кандидата в мастера спорта, и Милана Лужкова, первый разряд. Они впервые присутствуют на этих соревнованиях. И наряду с Юлей Веселковой, которая уже участвует много лет в этих спортивных играх, они защищают часть города «Котласа». В этом году «Котласским стрелкам» удалось обойти своих главных соперников – команду «Коряжма». Разница между золотом и серебром составила 50 очков. В командном зачете по итогам всех девяти видов летних спортивных игр победа вновь у «Котласа». Сборная «Северодвинска» стала серебряным призером областных состязаний, замкнул тройку лидеров Архангельск. Впереди у спортсменов небольшая передышка и вновь в бой. С 25 по 27 августа в регион впервые приедут участники спартакиады, союза городов центра и северо-запада России. Раньше она проходила только в крупных муниципальных образованиях. Право принимать лучших спортсменов доверено «Котласу» и «Коряжме». К 80-летнему юбилею Поморья Архангельский дом молодежи объявил конкурс «Граффити» – настенная книга Архангельской области. Конкурс проводится во второй раз. К участию приглашаются творческие люди в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки принимаются до конца лета. В этом году заявлено три тематических направления – страницы истории, мой город, герой. Авторы лучших эскизов смогут исполнить их на стенах дома молодежи. По словам организаторов, цель конкурса – создание условий для самореализации молодежи. А они, в свою очередь, ждут от участников интереса и креативных идей. Обязательно нужно рассказать о каких-либо интересных моментах, истории нашего региона. Потому что все это будет нарисовано в виде карты, и каждый район может похвастаться. О развитии событий расскажем в 19 часов 20 минут на телеканале ТВ-Центр. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова